всем привет по традиции мы в магазине пробайк на ломоносском проспекте меня зовут егор и как это неудивительно новый год уже на носу а если вы планируете в двадцать втором году начать осваивать шоссейный велосипед то именно сейчас несмотря на сугробы на улице самое время чтобы озадачиться его приобретением конечно можно как в детстве написать письмо деду морозу и ждать чудо но в условиях текущего мирового дефицита велосипедов думаю даже он не будет силах вам помочь так что одевайтесь теплее и бегите скорее магазин к нам приехал алюминиевый эндуранс байк от американского велогиганта компании трек до мани а l2 диск до мани это не только легендарный эндуранс байк который кстати почему-то в нашей стране не особо популярен но и отличный универсальный боец подходящий не только для асфальта но и для легкого бездорожья американцы выпускают эту модель в двух вариантах исполнения рам карбон и алюминий карбоновая версия ориентирована на более скушенных потребителей и гонщиков специализирующихся на весенних классиках именно на таком велосипеде британка лиззи дэйгнан в этом году победила на первой в истории женской версии гонки пари-рубе алюминиевая же версия предлагается пользователям с малым опытом катания и новичкам только приходящим в мир шоссейного велоспорта именно про такой байк сегодня поговорим карбоновая и алюминиевая версии рам обладают идентичной геометрией которая в свою очередь обеспечивает райдеру так называемую эндуранс посадку то есть в случае с до мани райдер будет располагаться на велосипеде более вертикально что позволит ему снять нагрузку со спины увеличить комфорт при езде на более длинное расстояние такая геометрия также придется по душе и новичкам или людям с небольшой гибкостью тела за внедорожный потенциал велосипеда отвечает углы рулевой равные 71 9 градуса в ростовке 56 а также увеличенный зазор под покрышки случае с алюминиевой версией он чуть меньше чем у карбоновых моделей и составляет 35 миллиметров бескрыльном режиме и 32 миллиметра с установленными крыльями кстати сам трек скользь упоминает что при желании в эту раму можно установить покрышки даже шире заявленных до 38 миллиметров но только при условии езды по сухим поверхностям еще одной отличительной особенностью алюминиевых рам трек до мания является огромное количество точек крепления на борту имеется целых три точки крепления флягодержателей место для крепления сумки на верхней трубе а также отверстия для крепления полноразмерных багажников спереди и сзади а также тут есть крепежи под крылья все это делает до мани довольно неплохим вариантом для туринг путешествий конечно алюминий не даст таких же свойств как у хромолевых рам если мы говорим про туринг но зато более широкие покрышки нивелирует это преимущество что еще отличает алюминиевые версии до мани от карбоновых во первых это отсутствие систем гашения вибрации айза спид как спереди так и сзади во вторых это аэродинамика новое поколение карбоновых рам было значительно доработано в этом плане зато алюминиевые рамы полностью соответствуют по своим характеристикам прошлому поколению карбоновых рам ну и в третьих проводка в новых карбоновых рамах она можно сказать полностью внутренняя тросы заходят в верхнюю трубу сзади от рулевого стакана а вот на байке перед нами традиционное решение для алюминия проводка заходит в нижнюю трубу а потом выходит из нее в области кареточного узла каретка на этом байке здесь кстати тоже другая не t47 как на карбоновых и не bb99 как на старых моделях трек а вполне стандартная 68 миллиметров или бса она и лучше меньше проблем пару слов о вилке она карбоновая но шток у нее алюминиевый с точки зрения комфорта это не принципиально а вот с точки зрения веса не самый идеальный вариант однако это норма для велосипедов из этого ценового сегмента и приятно что несмотря на принадлежность к нижней ценовой категории данный велосипед комплектуется 12-миллиметровыми осями как спереди так и сзади с рамы переходим на трансмиссию забыл сказать что данная модель самая младшая и и без того бюджетной линейки так что чудес здесь ждать не стоит перед нами shaman claris 2 на 8 спереди расположили звезды 50 и 34 а сзади кассета с диапазоном 1132 целом для человека который покупает себе первый велосипед не пересаживается с мтб это нормальный вариант плюсом можно считать тот факт что кассета установлена на 11 скоростной freehub поэтому проблем с переходом на более продвинутую трансмиссию быть не должно для этого надо будет купить новую кассету переключатель и дуалы но перед тем как сделать такой апгрейд обратите внимание на тормоза тормоза здесь механические tectra c550 со стандартом крепления flat mount и рассчитанные под тормозные диски размером 160 миллиметров с одной стороны это плюс что они механические так как если вы будете менять трансмиссию можно будет взять более дешевые механические ст и пистолеты и если планируете использовать этот велосипед для туринга это тоже плюс так как механические дисковые тормоза проще ремонтировать в поле ведь если в путешествии ломается гидравлика то путешествие как правило заканчивается но с точки зрения мощности торможения и модуляции но механика конечно уступает гидравлике колеса как и следует ожидать от бюджетного велосипеда тут не самые легкие бандреггер аффинити диск представляющий собой алюминиевые обода на 24 спицы готовые диск камерному использованию но имейте ввиду что для этого нужно будет докупить ободную ленту бескамерный ниппеля и герметик эти обода имеет внутреннюю ширину 21 миллиметр и это современное решение которое рассчитано на установку более объемных покрышек спицы тут обычные круглые джей образные опять же это хорошо для туринга ведь проще будет найти замену в удаленной локации в случае полонки втулки тут формула и с промышленными подшипниками а также стандарты крепления ротора на 6 болтов в целом если не считать вес колеса неплохие на них установлены покрышки бандреггер r1 hard case light шириной 32 миллиметра и с ними есть один нюанс вот они не рассчитаны на бескамерное использование так что при переходе на бескамерку вам все-таки придется поменять и покрышки что касается коппита здесь все компоненты как водится у трек представленная их дочерним брендом бандреггер естественно все алюминиевое но качественное если говорить про велосипед в ростовке 54 сантиметра то он комплектуется рулем шириной 420 миллиметров это классический руль без флеера или райза и также выносом длиной 90 миллиметров который кстати совместим с фирменной системой крепления аксессуаров блендер довольно интересное аккуратно решение кстати седло и подсидельный штырь и здесь также бандреггер диаметр подсидела здесь 27 2 седло эргономичное чем-то напоминающая спешилась power с вырезом посередине называется джорс коп шириной 145 миллиметров для ростовок 54 больше то есть как правило для мужчин и шириной 155 миллиметров для ростовок 52 и меньше то есть для женщин приятно когда производители заботятся и я таких деталях велосипед 54 ростовки без педалей весит 10 килограмм 880 грамм но отдельно хочется похвалить трека за умение подбирать цвета для байков несмотря на то что это бюджетный велосипед выглядит он просто шикарно с этим синим металликом и серебряной графикой кстати если хотите быть в курсе появления в продаже новых велосипедов вроде этого обязательно подписывайтесь на наш инстаграм и telegram там самая свежая информация ну что же у нас в итоге по трек дома не аль два диск несмотря на принадлежность данного велосипеда бюджетному сегменту он содержит в себе ряд признаков довольно неплохого универсального байка здесь и продуманная рама позволяющая использовать велосипед в различных сценариях начиная от обычных тренировок на шоссе и заканчивая многодневными путешествиями также тут нормальные оси они какие-то там эксцентрики которыми к сожалению некоторые производители до сих пор набрать свои велосипеды колеса пусть и не самые легкие но довольно современные надежные и компоненты кокпита тут качественные на самом деле если прогуглить каждый из них по отдельности то можно удивиться это не стоит не так уж и дешево однако и у этого байка есть слабые стороны и в первую очередь от трансмиссия но ведь и это вопрос вполне решаемый главное желание